И программа полётов вылетела. Утро столичному аэропорту выдалось небезоблачным. Самолёт при приземлении выкатился за пределы периметра. Прояснить ситуацию должна специальная комиссия. Отмену промилле продолжают отмечать под градусом. Столичная госавтоинспекция вышла в рейд. В тёмное время суток автомобилисты пытались скрыть застольный эффект. Скольких рулевых эвакуировали в нетрезвом состоянии. На этом фронте есть перемены. В Татарстане сформирован штаб движения «Народный фронт за Россию». 300 яиц, 25 килограммов муки и 75 килограммов мёда. Весомый подарок преподнесли нижнекамские кулинары. Чак-чак отправили в Тюмень на федеральный Сабанту. И таков он рецепт народных гуляний. Здравствуйте. Об этих и других темах прямо сейчас в рамках нашего информационного часа в студии Венера Мухаммедова. Ночные бдения под ритмы Басановы. Казань в ожидании большого открытия. В афише на август джаз в усадьбе Сандецкого. Какие именитые исполнители на этот раз представят музыку для интеллектуалов. Об этом поговорим с гостем студии. Это кандидат искусствоведения, музыкальный директор фестиваля, а также вокалистка Ольга Скепнер. Интервью во второй половине информационного часа, а пока главным темам. Сегодня ранним утром самолет Ан-24 по маршруту Уфа-Казань-Нижний Новгород после посадки в нашем аэропорту выкатился на боковую полосу безопасности. На борту находились 24 пассажира и 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал. К расследованию ЧП приступила специальная комиссия. Девятерым пассажирам транзитного рейса пришлось ждать своего вылета в Нижний Новгород. Они смогли отправиться другим бортом только в час дня. В данный момент аэропорт Казань работает в штатном режиме. Ускорение покупки придаст правительственная программа поддержки льготного автокредитования. Она предполагает, что банки снизят ставки за счет поддержки из федерального бюджета. Проектом на сегодня заинтересовались почти 40 российских финансовых учреждений. Окончательные списки банков будут сформированы к началу осени. Моя коллега Екатерина Сударева взвесила все за и против. 11 лет. Таков средний возраст машин, браздящих российские дороги. Средний по статистике, но почтенный для конкретного автомобиля. У Леонида Зотова в гараже стоит именно такой раритет. Потому о покупке нового железного коня он задумался уже давно. Автомобиль давно мечтал. Поэтому мечта моя в принципе сейчас осуществима стала. Прежде всего льготное кредитование будет привлекать тех покупателей, которые пока откладывали покупку новой машины. Такая возможность и заинтересовала Леонида Зотова. Сейчас стартовала очень хорошая программа. Госсубсидирование всего под 9% годовых. Это для меня очень приемлемо. Госсубсидирование 2013 практически копирует компанию 2009 года. Однако есть и новшества. На сей раз условия льготного кредитования будут распространяться на значительно большее количество машин. Никакой привязки к стране производителя нет. Отныне можно будет купить по заниженной ставке автомобиль, как произведенный в России, так и за рубежом. Однако есть и подводные камни у этой компании. Банки пока не торопятся вступать в программу. Процент кредита, который они скидывают простым покупателям, государство им вернет только через полгода. Подробнее о программе госсубсидирования расскажем в воскресенье в 10.20. В программе «События недели». Екатерина Сударева, Рустам Садреев, Вести, Татарстан. В Татарстане по экономической амнистии освободили первого осужденного. Это 26-летний житель столицы. Наказание он получил за незаконное использование чужой интеллектуальной собственности, хранение и сбыт контрафакта. Приговорили молодого человека к 2,5 годам лишения свободы условно, но продлилось лишь 6 месяцев. Также он полностью возместил денежную компенсацию. Сегодня в Татарстане появилось региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию». О том, кто принял участие в конференции и какова миссия объединения, в сюжете Инны Даниловой. Местом проведения учредительной конференции регионального отделения «Народного фронта за Россию» был выбран дворец труда, что на улице Муштари в Казани. В конференции приняли участие 80 человек. Напомним, Общероссийский народный фронт был образован 7 мая 2011 года и до июня 2013 существовала как свободная коалиция, общественно-политических объединений и физических лиц. После чего 11-12 июня нынешнего года в Москве состоялся учредительный сиест этого движения, где было принято решение о создании «Народного фронта», лидером которого стал президент России Владимир Путин. И вот сегодня в Казани появилось его региональное отделение, которое возглавил Александр Лаврентьев, президент Ассоциации предприятий и предпринимателей Республики Татарстан. «Народный фронт, то движение, которое сегодня мы организовали здесь, первое, позволяет быть избранным в различные формы органов власти, чего раньше вообще никогда не было. Сегодня это движение имеет возможность, значит, осуществлять, выдвигать инициативы, выходить с ними в самые высокие органы власти, выходить в том числе и в законодательную власть. И после того, как решения будут приняты, имеем право мониторить, то есть устанавливается обратная связь. Конечно, в первую очередь это проблема бизнеса, проблема малого и среднего бизнеса, проблема здравоохранения, проблема культуры. То есть у нас проблемы очень много, к сожалению. Поэтому сейчас будем в первую очередь в это смотреть. Членами регионального штаба также стали, в частности, председатель Федерации профсоюзов Республики Татьяна Водопьянова, советник ректора Казанского федерального университета Юрий Алаев и капитан теплохода Арабелла Роман Лизалин. Народный фронт, это своего рода голос народа. Он помогает быть услышанным. И есть вопросы, которые не должны оставаться без внимания. Мы как раз здесь все находимся для того, чтобы непосредственно как-то повлиять на ситуацию. По этой причине я здесь. Остается лишь добавить, что конференция продлилась около часа за это время. Кроме того, что участники проголосовали за создание регионального отделения, они одобрили его устав, избрали членов штаба и ревизионной комиссии. Инна Данилова, Ленар Хабибуллин, Вести, Татарстан. Чак-чак весом 200 килограммов приготовили нижнекамские кулинары для гостей и участников федерального Сабантуи. Сегодня национальный праздник состоялся в Тюмени. В нем принял участие президент Татарстана Рустам Миниханов. Рабочая поездка в Сибирь началась с посещения соборной мечети и Центра татарской культуры. Репортаж Дмитрия Второго. В современности она изготавливает вот такие жилеты для женщин, для мужчин. Уникальные изделия из кости мамонта, гончарное производство, предметы быта. Вся история сибирских татар в национальном подборе Тюменской области. Делегации в сибирский город приехали из 64 регионов России. Амир Шакиров из Мариел в последние годы не пропустил ни один федеральный Сабантуй. Само название федеральный, он говорит о том, что действительно статус Сабантуй очень высок, и он на очень высоком уровне проходит. Стадион-геолог в самом центре Тюмени собрал более 10 тысяч гостей. Настроение задал пролог. Сначала напомнили о себе все 12 городов, где уже прошел федеральный Сабантуй. Затем удивляли Ринат Ибрагимов, Эльмира Кадемулина, мастера сцены и государственный ансамбль песней и танцев Татарстана. Этот Сабантуй увидело максимальное количество зрителей. Те, кто не попал на стадион, смогли смотреть действия, находясь в разных точках планеты. Прямую трансляцию ввели сразу несколько интернет-порталов. Гости и участников приветствовали президента Татарстана Рустам Мениханов и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. По традиции на сцене высокие награды отчетившимся активистам местной автономии и памятные сувениры хозяевам. Мы здесь желанные гости. Здесь открыты все двери для нас. И мы должны этим же и ответить. Поэтому огромные слова благодарности. Сибирские татары, татары, которые из Поволжья приехали. Все они здесь созидают, работают и вновь в свой вклад в благополучие Тюменской области. Праздник Сабантуй объединяет очень много регионов. И это говорит о единстве нашей страны, о единстве нашей России. Самое интересное на татарском подворье. Его смастерили нижнекамцы. Перетягивание канатов, битье горшков, детский майдан. Забавы на любой вкус. Народа много. Поют, танцуют. Это наши на татарском языке. Очень понравилось. Еще один сюрприз. Участникам огромный чак-чак, что приготовили нижнекамские кулинары. Его вес более 200 килограммов. В финале главный символ праздника Плуга, крылатого коня Тулпар-Ад, передали Томску. Именно там ровно через год пройдет 14-й федеральный Сабантуй. Дмитрий Второв, Равкад Заединов. Вести. Татарстан. Тюмень. Татарстанстат опубликовал данные по среднемесячной заработной плате у работников предприятий и организации, включая субъекты малого предпринимательства. Она составила 24,5 тысяч рублей. При составлении статистики учитывался период с января по июнь. К другим темам нулевой промилле не свело к нулю количество нарушений. Минувшей ночью сотрудники столичной госавтоинспекции вышли в очередной рейд. Патрульные машины были рассредоточены на разных участках. В результате за управление авто в нетрезвом состоянии были задержаны 16 человек. Вы смотрите Вести Татарстана на круглосуточном информационном канале Россия 24. Далее выпуски. После дождичка в четверг джаз в усадьбе Сандецкого сезон 2013. Совсем скоро организаторы возьмут ноту. Форум откроется 8 августа. В преддверии старта обсудим программу именитых гостей и то, что такое русский джаз. Гость студии, музыкальный директор фестиваля, вокалистка и кандидат искусствоведения Ольга Скепнер. Из-за расчетов одних не досчитались другие. Счетная палата в Кайбетском районе выявила нарушение. Заинтересовала судьба почти 36 миллионов рублей. Положение серьезное. Следующая инстанция прокуратуры республики. Подробности у Эльвиры Файзулиной. В рубрике Вести экономика эксперты также озвучат прогнозы по курсу рубля и об изменениях в сфере автокредитования. Декорирование тела. Последние тенденции тату-моды представлены в эти дни на Казанском фестивале. Собрались дизайнеры со всей России. Портретные, этнические, цветные и черно-белые рисунки. Видео с места событий оставим без комментариев.